Отца и Сыня, Святого Духа, Аминь. Во время нашего путешествия, потеряя по и встрече с епископом, вы тут занимались, оказывается, и прошли послание апостола Павла к Рюмлину до конца. Теперь мы... Следующее у нас послание апостола Павла к Коринфянам. Здесь предисловие небольшое. Коринф, славившийся большим богатством и мудростью, хотя уверовал во Христа, но уверовав, находился в опасности отпасть от Христа. Ибо богатые составляли свои партии, а мудрецы свои. И сами, избрав себе учителей, это подчеркнуто, сами, избрав себе учителей, порицали Павла как бедного и необразованного человека. Кроме того, один из них смесился с мачехой. Некоторые по прожорливости ели и доложертвенные, другие в денежных тяжбах судились пред еленскими судьями. Далее, мужчины отращивали волосы, ели в церквах и не уделяли нуждающимся, превозносились дарованиями духовными, относительно учения о воскресении колебались. Причиной же всех этих беспорядков была внешняя мудрость, ибо она есть мать всех, зол для тех, которые верят ей во всем. Посему Павел пишет послание в Каим с целью исправить все это. Поскольку же важнее всего в церкви были разделения, а это происходило от высокоумия, то он прежде всего старается истребить высокоумие. Зараженные высокоумием думали, что они учат чему-то высшему. Как хорошо составлено это предисловие. Все раскрыто. В таких коротких фразах, в таком коротком предисловии, по сути, все краткое содержание всей главы, о чем пишет апостол Павел Калинфилом, изложено. То есть они были, уверовали, но затем сами избрали себе учителей, а учителем себе избрали, кроме того, и чрево, и похоти свои, ну и высокомудрие. Но недавно я, может быть, это для многих уже известное выражение, я для себя усвоил это выражение, что много знаний и есть мудрость. А много знаний как раз и надмевает, и заставляет думать о себе, что ты много знаешь и стала быть мудрой. Вот это и есть высокоумие, высокомудрие. Первая глава. Первый стих. Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа, и сосен брат. Как это за счет высокоумия, как-то быстро прошли. Вернемся к высокоумию, это в предисловии было к посланию Коринфянам. Это такое событие, такой грех, который губит все. И о нем не надо рассудить. А сегодня как оно, в чем проявляется? Массокоумие – это грех, который испепеляет все. Для него Библия – это не авторитет. Он понимает ее так, как нужно. Вопреки Писанию даже понимает. Писание понимает вопреки Писанию. Вот это вот письмо, которое было от Владимира Ивановна, оно исходило от своего высокоумия, я так полагаю. Потому что Священное Писание на втором месте, если не больше, не далее. А свое, свое мудрее, значит, он, исходя из своего высокоумия, и пытается вас поучать, и пытается наставить вас на что-то, на путь истины, чтобы вы не погибли, заботясь как бы о вас даже. По-моему, это вот на сегодняшний день как раз вот такой пример можно привести. А высокоумие, оно проявляется только в религиозной сфере или вообще в любом месте? Да в любом месте это может быть. Во твоей работе проявляется где-то у кого? Естественно. Есть такие люди в высокоумии, которые поражают. Вот у меня, например, шеф, он говорит, была у нас, была конференция, посвященная, ну, видному деятелю медицины у нас на Алтае, да и не только на Алтае, даже в мировом масштабе он величина, но его, так сказать, чтения, вот Баркагановские чтения, это был Баркаган, такой знаменитый гематолог, он заведующий в кафедре, профессор, член КОР, вот, и его вот эти были, значит, чтения. Ну, а заведующий нашим отделением, его там почему-то как-то секунд шесть снимали и показывали, но на очередном рапорте утром говорят, что вот мы вас видели. Он говорит, да, ну я считаю себя его учеником, и я знаю, что это по чьей-то наводке на меня, значит, ну, человек обычный, ничего, да и он так же, как и я, особо не был с ним там и знаком, и не общался, и не был его учеником поистине-то. А вот представляет себя учеником, высокоумствует. Ну, он всегда так считает, что он много знает, и что ему много дано. А упрек высокоумии может быть напрасным? Может быть, вполне. И к кому это относится, в первую очередь? А кого могут упрекать? Это все по высокоумию. А на самом деле он, если ничего не знает, вот был такой академик Вавилов, и то, считай, неповторенной тропой пришлось идти. Расстреляли. Те, которые начинали заниматься гибернетикой, это считали лженаукой. Вот, допустим, сейчас у компьютера. Их ни одного нету отечественного. Тебя брать никто не будет. Почему? А в корне залубили, когда начали. Да это лженаука, этого не может быть. Как эта буква может цифрами выражаться? Это совершенно разные явления, буквы, цифры. И людей этих впустили под нож. Все. И мы на многие годы, если не на столетие, отстали от Запада в этой науке. Мы это знаем. А как вот в деле спасения? Человек, вот пророков считали высокоумными? Конечно. Истинных пророков признавали за высокоумных кто-то? Что слишком много вы себе берете. Кто ты такой, чтобы учить нас? Ты умолейка-то смотри. Иеремия, да? Того же Иеремию разве не считали? В фильме показывал. Смотри. Такой-то. Идешь к царю, говоришь. В фильме Иеремия. Апостол Павел, когда на него тоже, он когда стал рассказывать о Иисусе Христе, о воскресении, и тоже много ты на себя берешь, высокоумствуешь. Апостола Павла в этом обвиняли. Безумствуешь ты, Павел, Фес, да? Много высокоумства. Безумствуешь ты, Павел. Он говорит, нет ли я говорю слова здравого учения? То есть обвиняли тех, которые на самом деле не были высокоумными, а говорили от лица Божия, были пророками, апостолами. А те люди, которые не знали истину, наоборот, они обвиняют. Такие варианты тоже проявлялись. А тут мы сегодня можем по отношению к себе посмотреть как. И люди, которые обвиняют других в высокоумии, где его нету. Что с ними бывает? С теми, кто обвиняет других в высокоумии, не понимая, что там Господь. Но он идет не протаренной тропой. Он показывает, вот как должно быть. И что с теми людьми бывает? Их-то считают, ой, какие они молодцы, вовремя разоблачили его. Пример библейский. Дафан, Аверон и Корей. Они в этом упрекали Моисея с Саароном. Кто вы такие, за кого вы даете? Все народ Божий. Чего вы себя перед другими выставляете? Это упрек высокоумии. А у тебя какие знания-то? Ну и начинается дальше уже упрек высокоумии. Как Ева говорит, упрек какой? Жил и упрек выслушал я. Ева-то в чем упрекали-то? Посмотри. А когда он начал говорить, все было опровергнуто. Тут к этому предложению надо очень серьезно отнестись. Бывает так, человек восстает против всего умного, написано. Мудрецы знали, видели. Что бы ни сказали, а у меня свое личное мнение. Все. Человек пошел другим путем. Его нельзя остановить. В моей жизни эти люди встречались, ни одного нет рядом. Но я теперь говорю, скажи, напиши под микрофон, почему ты против? Против я и все. Вот оно на доске. Не иметь интернетного знакомства. После этого уже кто сюда вляпался-то? И кто-то же голосовал против? Их нет ни одного здесь, кто голосовал-то. У нас было, когда мы говорили о русском языке, у нас в общине здесь было два человека. И там был человек, который голосовал. Мы только за церковно-славянский, ни одного нет. Нету. Их никто не выгонял, ничего нету. Они начинали скрываться, потом роптать и бежать. Это три ступени. Я их могу по именам назвать, и вы знаете. Потому что Настя Деянова была против, которая была. У нас Вера Золотова там была, потеряемки. Ни одного нет нигде. Я им сказал, если ты против русского языка, тебе в православии делать нечего. Ты иди к старообрядцам, хотя они тоже православные. Иди. Там сушилка хорошая, мозги высушат. Там полигон смерти для всех талантов, какой бы он ни был. Какой талант? С одной Иисус и все. Сейчас ко мне только зашел один и говорит. Это что? О, да как Иисус? Я говорю, думай отвечать, даже отвечать нельзя. Ты в оригинале посмотри, как, одна или две. А с чем сравнивать? С оригиналом? Больше ни с чем. А какой оригинал? Еврейский язык? Имя-то еврейское. Вот у нас появился зять, у сестры муж. Он Рамзан, от Рамзан Кадыров. Ну у русских нет Рамзана. Ну что, Роман, очень похоже, а Рамзан, Роман, где-то рядом. Но если ты хочешь узнать, как правильно его имя писать, спроси его, как его мать назвала, когда его обрезали, а не когда крестили. Это вот имя, написание его, Рамзан. Я говорю, это правильно Рамзан? Он говорит, неправильно. А я говорю, как? Он говорит, Рамзес. О, как у нас, Иван, Иван? Нет, не Иван, а Иоанн. Вот батюшка, в документах был Аким. А когда теперь везде пошло Иоаким, ему пришлось документы выправлять. Ему не дают билеты, говорят, тут Аким, а ты Аким. Действительно, это разные слова, на две буквы больше. Был Авраам, а стал Авраам. А одна буква что значит? Ну другое был Авраам, а назвали бы его Исаакой. Тогда понятно. Авраам означает странник, пришелец. Человек, бомж, ничего нет. Странник, пришел, ушел. Это с одной буквы. А Авраам по-игрестски означает отец множества. Это пророчество. А люди, которые не знают, еще какой изменений? Был Авраам, есть Авраам. Нет, был Авраам, а стал Авраам. У меня есть такое стихотворение, как он был пришельцем, и с буквой А еще не густо. Одна буква. А потом, когда ему делают прибавку эту, и он делается отцом всех уверовавших в Иисуса по слову его. Одно слово. Ты была Сара, а теперь будешь Сара. У русских-то не трудно сказать как-то. Ну как? Ну была ты Анна. Ну и как дальше это? Анна сказать. Аня. Ну если Анна, то Каяфа, значит, рядом. Надо понимать. Иисус, Ешуа. Вот как правильно. А Ешуа означает и кратко, и Е. Не одна, не две Иисуса, а полторы. А как Иисус? Мы же от грехов получили. У них в алфавите нет буквы Ш. И они все переименовали. Иерушалайм. А у нас Иерусалим. Иерусалима нету. Но мы так привыкли. У них вот послушай, евреи говорят, Иерушалайм, Иерушалайм. Это вот и есть. Вот как. И прежде чем спорить о чем-то, что касается чего-то, ты должен кое-что узнать сначала. Ешуа Гуа Нацари. А что это означает? Означает Иисус из Назарета. Вот и все. Слова-то имей другие, а в переводе должен их знать. Как оно вышло? Давай. Это грех такой. Можно приступить к первой главе. Первая глава, первый стих. Апостола Павла, послание к Коринфянам. Павел волею Божией призванный апостол Иисуса Христа. Иисус Фен брат. Толкование. Вот начало, прямо изобличающее лжеучителей. Я, говорит, призван, а не сам изобрел, не своей мудростью постиг, и послан Христом, а не сам себя рукоположил, как ваши учители. Иисуса Христа, учитель Христос, как же вы назначаете в учителей для себя людей? Волею Божию. Он спас и призвал нас не потому, чтобы мы были достойны того, но потому, что Ему было угодно. Поэтому и теперь Он же хочет, чтобы Я был вашим апостолом. Как же вы желаете себе других учителей? И выделено жирным шрифтом и подчеркну далее. Не противники ли вы Богу? По скромности наряду с собой поставляет человека, который был гораздо меньше его, а поступает так, чтобы пристыдить высокомудрых коринфян, которые всех презирали. Ну, еще раз, Павел, написано, Павел, волею Божию призванный, по воле Божией и призванный апостол Иисуса Христа. То есть, они кичились, другие-то, ну, как бы, апостолы считали, что они вот, поскольку они были учениками Иисуса Христа, ходили вместе с Ним, они имеют и большую, как бы, благодать, и потому они могут называться апостолами, учителями. А он-то был гонителем. Он-то всегда признавал апостол Павел, что он был гонителем. Но он был Савлом, а потом стал Павлом. И он, после того, как Господь его по своему произволению, по своей воле избрал его, и призвал, чтобы благовествовать народам, не знавшим Христа, не знавшим Бога, язычникам. Он, как язычникам, и послал апостола Павла. Ну, там вопрос такой. Первые христиане, когда получили это послание, ну, у них мог такой вопрос возникнуть, который у меня возникает. Павел волею апостолы, избранные человеками Богом. Какие доказательства? Протеники Павла, они так и говорили, какие доказательства? А он там ходил, Петр со Христом. Об этом написано в Евангелии. Никаких посланий Павла не было. Ну, на письме бумага все терпит. Волею Божией. Сейчас все сектанты говорят, меня Бог избрал, поэтому я организовал новую церковь. Потому что все остальное, ну, новая секта. Это церковь для них называется. Ну, как его доказать? Это же самое, как Павел можно представить. Ну, как бы слабое доказательство, может быть, то, что были свидетели его обращения, как он был призван на пути в Дамаск. Что он потом был крещен, что все эти юридии были. Какие были? Это были люди, которые в христианство не перешли. Они не могли быть свидетелями. Да мало ли еще, упал свет, должны 10 раз повторили, теперь нам про полу и говорили. Они не могли людям рассказывать, как Павел обратился, потому что они сами-то не обратились. Они из числа охраны, с которой он шел в Дамаск. Он шел-то не с христианами. Так? На исцеление его... Не, обожди. Сначала закончим. Ну, правильно, что он шел не с христианами арестовывать. И поэтому они свидетельствовать не могли. А которые... Другие-то могли, но они не были свидетелями. А на ней Бог открыл... Откуда знаешь, что открыл? Написать все можно. Мы-то почему этому верим? Потому что вообще верим. Отправная точка того, что мы верим. Что служит? Ну, вот я скажу, я апостол, я из Бога Христом. И все. Доказательства какие у Павла? У меня доказательства такие же, как у Павла, но... Дела. Поворачивайся. Первое, что вера нам дана. И что у нас Дух Святой. Мы Духом Святым веруем. Это все секторы говорят так. Через Духа Святого. Все. Харизматы все это говорят. Ты не думаешь, что они говорят, что это не от Духа Святого. Это на первом месте. Какая бы секта ни образована. Они выставляют самое лучшее. Вот сейчас новая жизнь Потапов, который на пещу ходил Сергей, уже епископ у них выступает. Епископ. Какой он епископ? Откуда он взялся там? Он никто. Он еретик. Свои еретики его руку полагают. Они будут сейчас сами нерукоположены. Потому что сам Господь явился. Явился и сказал, что прими Павла. Прими Павла. Ну ему, вон-то ему Господь сказал. А кому он рассказывает, тот как может поверить этому? Мало что ты говоришь. Он и не верит этому. А Бог явился и сказал, что ты должен покрестить Павла. Приди в дом и покрести. Бог вел. Я говорю о доказательстве, чтобы другие могли люди поверить в это. Я не могу верить так же. Ну ладно, эта книжка известная мне. А кто-то где-то читает сейчас под эту вот, что это я от Бога, я избран. Все сектанты, какие есть на земле. Все. Но если сейчас сектанты так веруют. Апостол Павел-то во все, во все, сколько посланий. И он делами своими доказал, что он вел народ посланий. Слово Божьему. И служил Богу. И жизнь какая, она доказывается его действиями, его делами, которые он делал. И в сектантах очень много хороших дел, которые доказывают, что они верующие. У нас наркоманам столько обратилось. Были пьяницы, вот они уверовали. На моей проповеди были. И теперь посмотри, показывают 15 тысяч зал. Громаднейшие залы. Какое доказательство, я спрашиваю. А другой совершенно против, там Шаповалов, Бенхенни, там этих всех каких, только не набирают. Я эту неделю увлечен был Вилкерсоном Давидом. Я материал его поставил, Вилкерсон. В 83 года был, в автокатастрофе пропал, погиб. И вот он был пресвитером. Маленький какой-то, захолустный там, ну совсем маленький городишко. И вдруг ему, Бог открывает, что близость моя от того, что надо молиться. Он стал удаляться и молиться, как Мухаммад, Магомед. И он на гору, жена видела, говорит, я нахожусь у него, все с Мухаммедом сходят. Я стал молиться, говорит. И чем больше я молился, тем больше было желания молиться. Я больше стал молиться. Проходит полгода, и я стал другим. Это заметили люди, которым я проповедую. Заметила жена. И вдруг однажды я сижу, надо молиться. Стал молиться, а мне дух отвечает. Встань, оставь все и поезжай в центр Нью-Йорка. А зачем я пойду? А ты газету читал? Банду поймали 7 человек. Их к электрическому стулу приговаривают. Ты сейчас должен пойти и там выступить. Так это в студии меня кто? Так ты идешь или не идешь? Ему Бог говорит, а то он так рассказывает. И он туда пришел, пришел и в зал суда выступать. Я пришел к вам, молодые люди, я должен сказать о Христе Суде. Кто такой? Говори на суда. А ну-ка выведите. Ему руки заломили, а у него в руках Библия. Ну что он сделал, добился-то? Ничего. Но! Фоторепортеры все засняли. И завтра во всех газетах в Америке. А он харизмак, этот, 50-ник. И завтра его имя стало известно. Давид Вилкерсон. Его везде, 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 что он пришел заступаться за смертников. Он еще не знает. И отец ему там звонит и говорит, сынок, кто же, видимо, приседший, что ты сделал такое-то? Такое поношение идет сейчас. Ваш сын-то совершенно ненормальный. Как от Еревея выступает, а отцу его говорит. У него с головой неладно. Когда он выступил, проповедует, начал обличать царя-то. Точно такая же с ним история. Ну он говорит, ну Бог сказал. Ну а как доказать, что Бог-то? Я не знаю, но я вот пошел и... Ну ты обратил кого-то? Да конечно нет. Кого я обращу-то? Меня вывели оттуда. Руки заломили и вытащили. Но фотографии его везде. Он домой. Ну видишь, что ничего не получилось. В это время ему опять голос говорит. Езжай в Нью-Йорк-то. Вот туда-то, туда-то пойди. Он даже адреса толком не знает. Я маленько еще это не так расскажу. Но смысл события переменяется. Он туда пошел. А там группы воинственные друг с другом воюют. Насмерть убивают друг друга. Ну такие группировки. И он туда пришел. Один его говорит, так это в газете это ты. Он говорит, я, это я. Он другому говорит, его надо принять. Он за наших заступался. Наши, которые говорят. А он говорит, я пришел о Христе рассказать. И он начинает им говорить о Христе. Ему бы туда к ним никогда не попасть. Это тайная организация-то. А они из-за этой фотографии. А фотография даже была. Он в суд прийти. Должен был голосом послушаться. Теперь я говорю последнее. У него десятки, если не сотни тысяч последователей. И выступают люди, которые были наркоманами. В одном месте выступал. А один подошел и говорит, тут за ширмой сидят. Репетишки грязные такие. Они сейчас говорят другие. Но только что пришли. Это внуки ваши. Они обратились уже теперь от тех, которые через вас пришли-то. И он по всему миру свидетельствует. И как он о себе рассказывает. У меня она в интернете стоит. Давид Вилкерсон. Прямо на первой странице. Там есть что послушать. Как ему доказать, что он не церковь? Меня спрашивают. Ну а в его, что он говорит? Там что-то не по Писанию есть. Ничего нет не по Писанию. Ну а что-нибудь есть, что не понравилось? Все понравилось. А вы могли бы это сделать? Не могу. Мне это не дано. А вы верите, что это от Бога? Плоды. По плодам видно. Речь идет о десятках тысяч погибших людей, которые встали на истинный путь. И по всему миру образуют эти общества борьбы с наркоманией. Не просто кормят. Я у него не нашел ничего, чтобы было против Слова Божьего. Я одно только точно знаю. Он не церковь. Меня не могут понять, как вы все одобряете. Я одобряю то, что я вижу. И говорю о том, что с невидимой стороны он не находится в церкви. Был бы он католик, был бы Григориан Армянский, я бы это поверил, это церковь. Нет рукоположения. Да какое-то рукоположение. Это все внешнее, религия. Главное, что он делает-то. Я не могу так рассуждать. А он высокоумный, так и себе. Во всех словах у него видна кротость. Я смотрю, как православный, очень внимательно, чтобы не заблудиться, как он говорит. Я все это выставил. Я не могу нигде ничего сказать против. Вот говорит, допустим, патриарх. Я его на каждом шагу могу уловить епископ. Я вижу, что он не по Писанию. Здесь все по Писанию. У него такие плоды, о которых больше во всем мире нигде нет. Ты к одному наркоману не подойдешь. У меня наркоманы встречались. Хоть один обратился, не один. Мне это не дано. Мне это не моя область. Ему это дано. А с чего началось? То, что он углубился в молитву. Я все время проводил в молитве, в молитве, в молитве. И чем? Я ничего не просил, говорит. Я не просил, говорит. Я у Бога никогда не просил, говорит, денег. Я не просил. Но вот видите, сколько построено приютов, сколько кормят. И деньги в избытке, все налоги, все платим. Люди обычно говорят, где-то проценты идут. У нас проценты не идут. Мы не берем нигде. Вот просто сегодня посмотрите, сколько конвертов полной деньгами пришли. О сотнях тысяч, о миллионах долларов, говорит. А почему? Мой сын спасен у вас был. Я ничего не пожалею. Это мой наследник. Единственный сын богатый. Я потерял его. Через вас Бог нашел. Я все отдам вам. Понимаете, вот здесь нужно, конечно, лево и право. И вдруг он едет на машине на встречную полосу. Ну, 80 с лишним лет. Может, уснул или что. И он погибает. И когда он погиб, меня в интернете забрасывает. Вы слышали? Вилкерсон погиб-то. Ну, еще погиб и там выехал на другую. Чем больше я его смотрю, а у него выступление, выступление и краткое содержание. Я их маленько выставил-то. Я не нашел ни одного из ста его выступлений, где я мог бы хотя бы чуть-чуть сказать, что он ошибается. Я могу найти это у всех, которые у нас знатные выступают миссионеры. У всех. У него я ничего не нашел. Я не ищу. Ну, само по себе я вижу это христианин в самом высоком смысле. Он смиренный, кроткий. Он качество его все подтверждает. Он не в церкви. Почему ему этого Бог не открыл? Любимый мой Ярн Пести. Лучшего проповедника не слышал. Почему ему этот момент не открытый? Люди отмирают, были, воскресают. Ну, многие-многие там в интернете. И они рассказывают все. Почему они не говорят, что тот дух, который их там водил, не сказал им, что они не в церкви. Почему? Вот эти почему у меня вот как бы стоят перпендикулярно тому, что я слышу и вижу. Значит, где-то та есть грань, которую я не могу найти. За которой им это закрыто. Они закрыты. Святые, как Киприан Карпагенский говорили, даже кровь мужчиническая за Христа умрут, не поможет им. Даже умрут за Христа эти люди, не в церкви, не поможет это им. Я никто по сравнению с ним, даже никакой. Но я в церкви. Ну, вот, ведущий. На Игнатий Тихонович, Павел Керсонов можно. Хочу кое-что. Мое мнение, что Игнатий Тихонович идеализирует людей. Потому что, вот, если говорить, вот то, что он сказал, если вот поверить информацию об этом человеке, тогда, получается, если он слушает, он кроткий, он слышит голос Божий, Бог ему действительно говорит, тогда почему же Бог не сказал ему, иди в церковь? Тогда вопрос, говорит ли ему Бог? И второе, если Бог говорит, а он не слышит, значит, он не кроткий. И я все-таки, зная, что есть наследие святых отцов, златоуст, и я верю, что им Бог говорил, это доказано именно Духом Святым в их книгах, то почему, как Бог не может им сказать, если он действительно кроткий? И я думаю, что тут просто идет идеализирование человека. А почему? Да потому что объем вот этих добрых дел, которые вокруг, как бы добрых дел, мы не видим до конца, мы не знаем этого человека. А если бы вот сейчас он предстал здесь, и мы начали бы вот по-честному говорить, приводить свидетельства какие-то, древней церкви, как бы он ответил на это, сказал? Я думаю, что просто бы он отмахнулся, и там гордость бы переполняла человека. Я не думаю, что он прям такой кроткий. И еще, если человек молится Богу, мы знаем, что и буддийские монахи там как-то молятся по-своему, и в то же время мы видим и мусульманские патриоты, они там молятся Богу. Но как это их приближает ко Христу? Тоже видно. Я думаю, просто Игнатих идеализирует Вилкерсона, просто не зная до конца всех вот этих подвохов внутренних. И действительно закрыто что-то. Каких слов подвохов? Ты слова какие-то берешь, вот рассыпается там, на раскоряку. Ну вы сами говорили в подвешенном состоянии, я его заменил в, как я сказал, подвешенном. Так. Короче говоря, подвох в том, что вы не знаете все об этом человеке. Или он святой, а мы грешники все православные, если верить вашим словам, и те, кто видят его плоды. Или мы чего-то не знаем о нем такого, почему Бог ему не открыл. Бог почему-то ему это не открыл. Но если он кроткий, а Бог смиренный, а Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, почему главное условие спасения он ему не дал, войдите в церковь. Этой благодати. Этой благодати. Второе. Если он все-таки эту благодать не получает, и значит это не нужно, значит, для спасения, значит, не главное условие церковь. Тут такой вывод можно сделать. Тогда я должен по-другому рассуждать. Значит, он не кроткий и не смиренный, и Бог ему не открывает до конца. Он не впускает себя в Бога. Или мы тогда все грешники, а он святой, надо ехать просто туда, или искать там их. Или они в Златоусте и в Василии Великой. Нина. Ну вот у нас на нынешний день, например, Людмила Плет. Ну, интересный человек, правда, в семье верующих пятидесятников выросла. Сама верующая тоже была в пятидесятниках, была в аптестах. И по сегодняшний день она говорит, что для меня нету значения, в какой он деноминации находится, то есть где он находится. Хотя сама же пишет, что ей голос все время диктует, какие поступки совершать, куда ей дальше поехать, с кем дальше ей встретиться, куда ей пойти, что сказать. Однако, что она не в церкви. И даже и утверждает то, что это не имеет значения, где этот человек будет верующим. А вот для Павла, мне кажется, вот деяние для апостола Павла, чем бы подтвердить? Ну, деяние 13 глава, вы посмотрите, где вот он начинает в субботу, когда вот он проповедовал. И ведь многие язычники обратились. Это уже было свидетельство его. От его дела обратились язычники. Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне. И уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Вот, наверное, вот это я так думаю, вот это вот место может подтверждать дела апостола Павла. Елена Степановна. И еще, вот мы задаем вопрос, почему? Мы задаем ведь не в воздух вопрос-то этот. Почему, Людмила Плят, почему ваш этот Давид? Почему они дела делали Божьи кротко, смиренно и делали? И голос слышали? Почему? И ведь написано же в Библии, что Господь дает Духа Святого всем. И не спрашивает нас, почему, в церкви он или не в церкви. Он нас не спрашивает. А дела добрые делает тот человек, через которого, он же слышит этот, ну Господь касается ему. Я считаю, что добрые дела все от Бога. А злые и плохие, которые все от дьявола. Поэтому добрые дела, что у Людмилы, блядь, что это все от Бога. И мне тут кажется, вот мне, такое вот у меня как-то так, как-то так мгновенно, что Господь говорит, если я вас создал, я вас знаю, и вы мои, и если я вас избрал, как он сам Иисус Христос сказал, что если, кто, кого призовет сам, ну Бог, и он мне дал их, я их всех сохранил. И то есть Господь, сам Отец призывает, а Иисус Христос создал церковь на земле. Это церковь на земле, через которую мы спасаемся. И поэтому мы, те, которые вот я считаю себя вот такой никакой, что Господь вытащил меня из этого болота и поставил на путь спасения. Я иначе не спасусь. А есть люди, которым Бог дал напрямую, они делали напрямую добрые дела, но это были Божьи дела. И они были в не церкви, а делали Божьи дела. И это тайна, которая сокрыта от нас, и Бог, конечно, сказал, если я вас сотворил, так и что вы? Если горшочник делает горшок, так не будь же горшок говорить, почему ты меня разбил. То есть он властелин всего, что он делает, и он не обязан докладывать нам, что он сделал с этими людьми. Игорь, я вижу опять подмену во всем, какая-то подмена идет, вот понимаете. Если мы читаем Павла, мы знаем Бога, духовновенный муж. Мы не будем сейчас отвечать на вопрос, почему его, ну, можно было по его словам принять за Бога, духовновенного мужа. У меня ответ есть, но я на вас. Другой ответ. Мы признаем его за Бога, духовновенного мужа. Он писал неоднократно, и это там говорилось о том, что необходимо рукоположение. Все это говорилось, это Бог через него говорим. И тут мы видим движение протестантов, этого Вилкерсона, и они этого не видят. Я не верю, что Бог действует через них до конца. Да, в чем-то они покорились Богу, в том, что их похоть разрешила. Они живут в собственной похоти, в собственной гордости. Но до того момента, до которого они позволили Богу войти, он в них вошел. А дальше копните его. Копните, вот так Данииле Сысоевы говорили, его идеализируют. Я читаю его материалы, это прожженный был московской патриархины, враг РПЦЗ. И вот он говорит, он святой, он занимался. Да, он занимался. Но давайте рассмотрим его в целом, его портрет. И там не... Если бы мы с ним встретились еще живым, я не уверен, что он бы нас не назвал сектантами. Я не уверен просто в этом. Исходя из реальных материалов, которые он публиковал, декларировал. Так же и Вилкерсон. Вот мы смотрим вот этого Нику Вуйчич, парень, который без рук и без ног. Я спрашивал, а ты знаешь Нику Вуйчич? Он говорит, не знаю. Всех опросил, у кого окружение. Я говорю, ну это у кого без рук и без ног. А, так ты вот так и сказал. Не знаю этого имени, что это Нику Вуйчич. Так вот, добрейший человек, мужественный. Но копни в нем. Занимается бизнесом, непонятно какие-то брокерские дела. Я бы ему сказал, ты что делаешь-то? На чем ты играешь? На чем ты раскрутился? И вот бы из него что полезло. Я бы хотел увидеть. Но никто не допускает. Он же человек такой, понимаете, с обложки. Он улыбающийся святой человек. Он поднимал. Он ездит в Индию. Там перед калеками подходит какой-то калека. У него руки нету или чего-то нету. Они все такие замученные, замученные. Он выскакивает вообще без рук, без ног. Они так на него смотрят. Это чудо-человек, как будто бы эпохи 20 века, что на него смотрят. И все самые даже... И подходит молодая красавица, без руки и акула ногу. На него посмотрели. Так она после встречи с ним выходит счастливый, улыбающийся. Потому что хуже, чем он в положении находится, нет. И что сказать? Не от Духа Святого вот это обновление, а от Духа Святого. Но до конца в человеке сидит такой корешочек, который не хочет из себя вырвать этот корешочек. И это не дает Богу войти в его сердце. Так же Вилкерсон, скорее всего. И так же и... Вот называемый... И Людмила Плетт. До конца нету. Вот попробуйте вот такому ави поставьте его, который скажет, иди к монастырю и скажи, говори, я бесноватый. Я посмотрел, что бы он сказал. Скорее всего, он не согласился бы на эту должность. К православию, конечно, их никак. Так надо признать, или наше плохое, что мы смотрим, вот именно в святых отцах мы видим вот эту мудрость божественную, которая и в монахах, вот всех, которые, авах, которые учили смирению. Или это истина? Или тогда мы должны признать, что то истина? Но они это друг другу противоречат. Это истина. Вот про что, про Игорь, я не говорю, что Господь, Он их и не... Он знает их, Он знает, какие они... Я верю, что обращаются люди, обращаются именно от страхом, а не именно у протестантов. Потому что вот я сейчас в силу сообщения с гидионами, извините, я сейчас договорюсь, общаюсь с гидионами, да? Я связан с реабилитационными центрами, их так называют. Ну, кто-то с этим не согласен. Но главное то, что приходят туда полностью отморозок, со дна бомж, алкоголик, наркоман, все. И выходит человек, и он сам становится служителем. Из тюрьмы приходит отчаявшийся человек, тоже может быть наркоман, и он становится опять служителем. Это не Бог действует разве? Это Бог действует. Но начинаешь с ним дальше говорить, все, там уже закрыта стена, он удовлетворен, он со дна поднят. Но дальше-то иди, дальше я не пойду. Здесь меня Бог поднял, здесь я и буду. Теперь, взять православные эти центры реабилитационные, это вообще шалман. Там, называют себя православные, там и курят, там и что только, я даже подозреваю, что там и блуд у них. Но это же православные, но это не означает, что я скажу, вот вы, реабилитационный центр протестантский, истина, с вами Бог, и я к вам побегу туда сейчас, к баптистам. А вы не истины. Я просто считаю, что они, называя себя православными, просто не являются таковыми, а те просто не пошли до конца за Богом. Но Господь использует, просто их использует для того, чтобы сделать добро. Он использует те сосуды, которые... Готовы на этот момент подчиниться. Да, но не более. Но не более. Сосуд, который он избрал, он выполнил функцию, вот как Игнат Тихонов сказал, и он умер. Вот выехал на встречу полосу, и все, его нет, его нет. Он выполнил то, что Бог ему предназначил. Но он не спасся. Он не спасся. Он не церкви. Дух Святой дышит там, где хочет. Да, да. И мы знаем три ступени благодати. Господь... Призывающая, обращающая и освящающая. Вот у них первые две ступени есть, а третьей нет. Ну вот и все, и весь разговор. А кому Господь даст эти три ступени вместе, или одну, или вторую, от Него только зависит. Это зависит от человека, отпустит ли он его в сердце. Ну, в продолжении вот этой мысли, скажу, что да, и там не действует полнота Духа Святого. Он не в полноте. И поэтому им вот место Писания, а Людмила Плет, я вот как ее читаю, я понимаю, что она очень хорошо знакома и знает Писание. Но как применить в жизни? Вот ей, например, я так вот предполагаю, что ей закрыто вот это, это что, Евангелие от Иоанна, шестая глава, где Христос говорит, «Я хлеб живый, шедший с небес, едущий хлеб сей, будет жить вовек. Хлеб же, который я отдам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». И тут дальше, и так далее. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу ее в последний день». А где эта кровь и плоть? В церкви. И для них этот вопрос священства и церкви не открыт пока. Если Бог даст им открыть этот вопрос, ну, может быть, еще и продлит дни жизни ее для того, чтобы и выполнила, да, чтобы она и вошла в церковь. Вот ее сестра. Да? А где это? Я знаю, например, у меня знакомый, один очень хороший знакомый, очень соблазняется вот по этому поводу, что почему, значит, вот так получается, что баптисты или там другие, значит, подобные им, что вот они в таком состоянии живут. Вот у нас вот сосед через улицу, беседа с ним была, когда я ему тоже сказала про тело и кровь Христову, а он так был расположен к нам, к нашей семье. Вот. И вдруг, он, кстати, вот с Левой в основном вначале дружил-то, а потом с нами. И когда сказали ему про тело и про кровь, и что нет спасения без таинства, он настолько озлобился, то есть он даже вообще стал раздражаться, когда с ним там как-то начинаешь входить в общение. Вот. И, ну, вот как вот я считаю, ну, может быть, я не права, но мне кажется, что Господь знает потолок каждого, куда он, как, насколько выше он может подняться. И он видит, что человек все-таки стремится, и он вот это, как это сказать-то, короче, вот это сектанство, их предел, они не смогут, не способны подняться, он знает все пределы. И поэтому он им позволяет на таком уровне где-то хотя бы, чтобы хоть как-то... Использовать их. Да, очиститься, насколько это возможно для них. Ну, мы говорим сейчас о Божьей благодати, о Боге, о этих ступенях благодати, но мы забываем еще противоположную сторону. Ведь люди, которые находились в этих грехах, они были Вадима Кикайем Духом. А он есть, если он зацепил один раз, он всегда нас может вернуть опять на прежние наши дела. И поэтому он может допустить только до определенной ступени, а потом он будет противоборствовать со всей агрессией, со всей своей силой. И поэтому он дальше просто их не пустит. Если они не избраны Богом. А Бога избранность зависит прежде всего от Бога. Хотя и мы, со своей стороны, тоже должны прилагать усилия. Вот брат Виктор сказал, что говорим о благодати и о способности ее воспринять. Вот у каждой зависит от... Благодать может даться полностью человеку, но сможет ли человеку вынести эту благодать? И вот восприимчивость у каждого своя. Вот вы сказали, Надежда, вот потолок. Какой потолок? Откуда вы это взяли? У каждого свой потолок. До потолка нету никакого. Ты способен принять, Бог тебе дает. А ты уперся рогом в землю. И все, вот и благодать вся твоя кончилась. Просто Господь через тебя действует. Господь может через Гитлера, через Щекотилу действовать. Свои планы у нее великие планы. Вот. Поэтому не надо говорить. Теперь мысль такая, что... Сестра сказала, а откуда мы знаем, что он не спасен? Но мы можем говорить о факторах. Если он вне церкви, вне церкви нет спасения. Если мы эту истину не признаем, значит тогда мы грош цена. Мы не верим тогда словам апостола Павла. Мы не должны говорить, а мы православные, поэтому мы спасемся. Нет. Мы христиане, которые веруем по Писанию и столковании святых отцов. А они именно так и учили. А если они так учили, значит мы не можем этому противоречить. Либо они лгали, а он был прав. Либо они были правы, тогда тот лгал. Но я еще не знаю, почему он находится на этой стадии. Но я точно уверен, что он заблуждается. И Дух Святой туда не входит. И погиб. Он не дает этому хобби. И не разрешал. Все. Людмила, не вставляй нигде. Так, я вопрос задам. А еще на первый вопрос не отвечен. Не, не о них. Вот то, что этот отрок говорил с самого начала, что я увлекаюсь, идеализирую. И дальше что из этого шло? Вы согласны с ним? Вот тут можно проголосовать. Я теперь хочу его только спросить, чтобы понятно было, за что голосовать. Что ты имел в виду? Я идеализирую его. Я могу отвечать. Описывая человека, вы даете ограниченное количество информации аудитории. Я лично о нем не слышал, к сожалению. Не так сведущ, как вы. Вот ту информацию, которую вы выдали, я могу сказать, это святой. И если он прав, то все православие, крест на нем, я пошел в его ученики. Все. Идеальный портрет. Вы его идеализируете. Но если бы сейчас начать копать глубже, как он живет, что у него за семейная жизнь и все, и прочее, и прочее, там, я думаю, вскрылось бы столько фактов, что портрет был бы совершенно не идеальный. Вот в каком смысле идеализируем. Так, по частям. Все, что рядом вскрылась, семейная жизнь, он на виду все вскрыто. Ни одного пятна в этом нет. Дальше какие рассуждения? Ничего нет. Все исследовано. Вся жизнь его на виду. Из города в город. У него на сон это 4 часа только шло. И он ни в чем, я говорю, нельзя никак упрекнуть. Вот ты еще дальше-то что говорил? Что до определенной ступени его допускает кто-то, а дальше он не идет. Вы считаете, книжка у нас тут была «Вне церкви нет спасения» Илариона Троицкого. Вот это основа разъяснения. Деяние апостола, 2 глава, 47 стих. «Ежедневно прилагал спасаемых в церковь». А зачем их прилагал-то? Начинает динаминация, мне напоминает демониация. Все это от демона. Никаких динаминаций в Библии нигде нет. Церковь одна. Она называется «Невеста Христова». И поэтому надо найти границы этой церкви. Вот она, граница. Когда сегодня говорят, что такое священное писание? Я говорю, вначале сотворил Бог небо и землю. «В». И в конце «Аминь». Мягкий знак. Все. Дальше ничего нет. Я отвечаю на свой вопрос. Почему апостолу Павлу, который говорит, не человеками избранные, а от Бога я? Почему мы верим? Какие доказательства? Я отвечаю, никаких. Кроме того, что эта книга попала в канон. А раз она, книга попала в канон, я теперь, безусловно, от точки до точки все принимаю. Я православный, вот чем доказательство-то. А мои слова, они в канон не попали. Их могут налево-направо переворачивать, как угодно, не верить и махнуть рукой. Заговорил богатый, превознеси слова его до облаков. Заговорил бедный, и все говорят, а кто это такой? У Серахова так написано. Что он там говорит? А бедняк спас город своим предложением. Они богаты. Но мы-то понимаем здесь не по человеческой мудрости. А книга эта вписана в канон Священного Писания. Я верю каждому слову без всяких доказательств. Теперь он что говорил? Вот в этом вся суть. Вот что он говорил. Идеализируя, что он имел и сказал, это не по этому немного. Я все абсолютно, что можно о нем узнал, свидетельство многих людей, он абсолютно безупречен. Нигде ничего за ним нет. И десятки тысяч людей, которые пришли. Но куда они пришли? Вот он как раз об этом говорит. Какими ученик не выше своего учителя? Почему им бог не открывает, что они не в церкви? Вот обмирает, которые люди, видят рай. Почему он там дух не открывает, что они вне церкви? Без рукоположения. И вот здесь, что он сказал, брат Игорь, это как раз основа всего и есть. То есть определенную часть знаний об человеке они дают, но скрыто. Вот допустим, ему Господь, допустим, Давиду Вилкерсону неоднократно говорил. Почему у тебя нет рукоположения-то от апостольских времен-то? И он просыпался и к жене говорил, интересно, сон видел какой? Вот, да это не сон, это видение было. Я еще даже не уснул. И мне было сказано, что должно быть рукоположение от апостола. А почему это такое? А вот Питер Гилквист, 2000 баптистов, пришли в православие. Вот они сделали так, начали все исследовать. Он не исследовал. А вот эти его добрые дела, любое доброе даяние от Отца Светов. Это нельзя никак отнять. Но до конца он не доходит и остается вне церкви. Я вот в интернете встречаю люди, отзываются обо мне. Там у Вадима я нашел такой интересный материал об одном человеке, самородке. Который по Евангелию точно проповедует от смерти в жизнь. И при том православный. И там гонимый, и правильно там с молодежью работают. Он меня привознес до небес. А теперь я читаю, через два дня он говорит. Да я увидел, что он говорит, что мы в аптестине церковь. Мне до того противно стало. То есть он дошел до той грани, откуда надо взглянуть на себя. Вот ваш сосед, это все точно так же. Он молодец, хороший, но когда ты сказала, что без церкви нет спасения, и что без причастия нет спасения, в это время рога сразу вылазят. Вот я понял, от кого это. Дьявол допускает, да любого допускает. Он делает в Духе Божьем. Дайте, скажем, Билкерсон. Но далее не пускает. У меня отец был в этой секте пиесиатической. Значит, он и на языках говорил, раз пиесиатические. А языки прекратились еще в третьем веке. Ему не докажешь. А вот Питер, Гилквист, ему не надо было доказывать. Они, значит, так, ты работаешь по языкам, ты по литургии, ты работаешь по святым, ты это. И на год разошлись по библиотекам мира. Стали ходить в церковь. А когда собрались и увидели, да где мы тогда находимся. У церкви все не так было, как мы думали. До Константиновской эпохи. Но многие ли сегодня так делают? Вот о чем Игорь сказал, вот это как раз и есть основа. Я его не идеализирую. Я хотел показать вам, какие хорошие бывают люди, и их где-то кто-то там тормозит. Я Арлу Песе написал одно письмо. Он заинтересовался, пришлите мне ваши проповеди. Я ему послал проповеди. Его дети в Москве трудятся. И он говорит, мы вместе с женой тут читали, но, видимо, слушали. Вторая жена у него, последняя была. Я раньше еще знаком был, через рижских братьев. С ним сообщение было, писал письмо. Почему ему это не открыто? Я этот вопрос задаю православным. Не простым православным, а тех, которые считаются святыми. Святыми. Ну, возьмем Иоанн Кроштадский. А то уж за Бога считали. Почему он разговаривал, когда с Богом, Бог ему не показал, что царь поступает неправильно? Почему ему Бог не показал, что эти черные сотни, прости, Господи, это как чертовы сотни, за каждого еврея будете платить тысячами? Они все потянутся в революцию, еще Витте говорил об этом. Почему ему это не открыто было? Льву Толстому это открыто было, а ему нет. Александр Невзоров под злоб лопается на церковь. Но он говорит вещи настолько правильные, которые даже патриарх не говорит. Мы должны увидеть во свете Христова, во свете Библии, добро везде. И перенести его к себе, и подражать ему. А не так, что это наше, и он не трожь, растопылись, как старые брятцы. Все, с одной ельки, пальцами глаза выколю. Попробуй не так, скажи. Вот в этом и есть суть. Допустил Господь, а дальше он не может перейти. Почему? Он говорит, а там бы открылось столько гордости. А вот это скрытое как раз то и есть. Вот это то, что человек не берет. А это нежное веяние духа было. Было, да было. Мне Господь позволял нащупать. Стали говорить о молитве за умерших. И о крещении. Я никогда молитву за умерших не проповедую. Но немножко пришлось сказать. Она сидит, баптистская, полное собрание, и я выступаю перед ними. Примерно 450 человек баптистов. И она ребенка качает. Я говорю, а ребенок у вас не крещеный? Так он ничего не понимает. Я говорю, а израильский ребенок что-то понимал? Когда в 8-дневном возрасте ребенка обрезали. А это есть образ крещения. Ребенок, который не обрезан, да будет предан смерти. В ковчег не войдет. Ну да, обрезать надо. Хорошо. У вас ребенок на руках. Он сегодня заболевает, умирает. Он не будет в царстве. Она сразу встала и говорит, я готова сегодня же крестить его. Все, игра кончилась. Дальше мне уже не надо ничего говорить. Я пишу, это говорю. Ты любишь Библию, это самое ценное. Сохрани у себя. Она готова встала, она ребенка любит больше всего на свете. А ребенок у нее больной. И он сегодня пойдет, куда пойдет? Я не говорю, но он в ковчег не может выйти, он не обрезанный. Вот как. Им, каждому, Билкерсону в том случае, когда-то в Едине Бог обязательно говорил. Почему? Когда ангел шел поражать младенца в Египте, он не просто подошел и мячом ударил, но сначала разбудит, и потом покажет ему грех, за который ты умираешь. Премудрец из Соломона написано. Это больше нигде нет. Так, чтобы ты знал. Вот поднятая церина, когда там Тимошка Рваный был, и его нагульно ночью караулил, а Лушку-то арестовал, и он шел, свинтовка озирался, идет и смотрит луна. А он в кустах лежит, он, гад, повернись лицом к смерти-то, как он прыгнул, а уже выстрел прозвучал. Вот необходимо перед смертью вспомнить, а что у тебя было. Вот Господь дает возможность, чтобы верениться, и все прошло. И вот когда этот погиб, Билкерсон, у меня желание помолиться за него. Господи, он столько добра сделал. Если он в чем не так сделал, и он не в церкви был, если можно, Господи, облегчить его состояние. Я об аварии не помолился. Но прошу прощения, если, Господи, не угодна моя молитва. Эти люди такие хорошие были. О них говорят так много плохого. А они намного лучше, чем о них говорят. Я не идеализирую, я просто не досказал до какого момента. Здесь, вот говорить, а может он такой был? Ну, православный, от показа, отец Геннадий, когда пришел к православию, который баптист там, вы не можете еще доказать? Да как еще надо посмотреть, сколько жен у него? У него одна жена, матушка Лидия, а вы точно знаете? Абсолютно, пятеро ребятишек. Так еще посмотреть, может пьет, курит и блудит ходит. Не пьет, не курит. У него не вмещается. Если он хороший и православие, у него обязательно какие-то скрытые темные стороны. У него нет этих сторон. Он кроткий, он воздержанный, он все делает как. Он не может, у нас тоже разум не принимает, как так с дектантами. Но мы знаем где, а они не могут доказать. Они начинают бить, ну, разрывными, не туда, куда надо. Я им сразу говорю, вне церкви, вот какая причина. Он не может сказать нам ничего. Он начинает придумывать какие-то грехи. Грехи он может ворует, а он там то другое, знает, что не ворует. Я ему доказываю, он не может понять, ну, а как он там православие-то? У него не увязывается никак. Вот как на нас, клевещет так. А у них нет Божьей Матери, там, икона. Пришли, да когда они ради вас только повесили ее. То есть дальше идет сплошная ложь, это Вадима с дьяволом. Это услышали? Давайте по-божьей рассуждать. Милкерсон, да, был хороший. За ним темного не было. Но он не в церкви был. А это мне они никогда не простят. Он был вне церкви. Вот смысл всем. Причину Игнатий Тихонович уже сказал, хотя тут же по-другому сказал. Видимых грехов не было за ним. Вы же сами сказали, что тайная гордость вот этой непринятия вот этих откровений была. Я имею в виду вот эту, может быть, внешнюю, ладно, он чист и свят, внешне. Но вот эта тайная внутренняя гордость, о чем вот учили святые отцы, вот о тайных вот этих корешках, в нем было несомненно. Иначе бы он был православный, и мы бы сейчас брали с него примеры, житие писали бы уже наши. Вот. Тайная гордость была, и вот это, видимо, ему не дало прийти. Вот я приехал к людям, которых я знаю, люблю, я через них обратился. Они для меня духовные родители. Михаила Анна. И у меня это на пленке сохранилось написанное. И я с ними беседую. Я тут спал, тут ел, но приехал теперь туда, подарил Библию, и говорю, что это вне церкви. Она грубо не сказала, братик дорогой, да разве же можно так говорить? Эти люди столько страдали, они за Христа все сидели. Они пиздятники. Я же не об этом говорю, Анна Матвеевна. А о том, что вне церкви нет рукоположения. Ну при чем тут рукоположение? Их Бог избрал. В лесу, на горах, в море, где бы ни избрал. Все дети Божьи. Это все уже сектантское пошло. Вне церкви нет спасения. У них от церкви понятие нулевое и даже отрицательное. Никакого. А здесь две позиции. Бог и церковь. Он глава, а церковь тело. Голова одна не действует. Голова это только у Черноморца, Руслана Людмилы, у Пушкина. Я им это показываю. Я говорю, давай откроем. А зачем открывать? Так понятно, они обратились. А он открывать не хочет. И вот тут проявляется у него как раз. Я говорю, ну а кто такой златоул? Чего ты мне его... Я говорю, блаженавий Пилак, да перестаньте вы, в Библии этого нету. Вот здесь то, о чем Игорь говорит, тайное, скрытое, вылазит вот так вот уже. Он ничего не хочет слышать. Я говорю, ну ты даже прав. На своем оставайся. Ну один раз выслушай. А зачем мне это нужно? Я говорю, ну такие люди, как Василий Великий, Григорий Богослов, которые первые были мученики, Игнатий Богоносец. А чего ты мне перечисляешь? О них в Библии никого нет. То ли дело сказал Генкерсон. Я говорю, а ты-то его зачем подставляешь-то? Он-то вообще тех святых отцов никогда не приводит. Нигде никак не приводит. Вот это та грань, за которую они не позволяют самим себе взглянуть. Мы даже смело смотреть. Когда появилось у нас это трупопочитание, мощепочитание, как угодно назови. И откуда это? Откуда пришло такое учение, что батюшка может куда-то не поехать ночью, но если ему постучали, батюшка, бабушка умирает. Он обязан открыть и пойти причащать. Если не причастит ее, то, что она была всю жизнь с картами, дети неверующие, сама она в год под расход раз приходила. Это ничего. Главное успеть ей рот разинуть и проглотить. Откуда это учение? Призывает к сыну, а сын пьяница. Пьяница, ну, сгорел. И вот теперь умирает и называется «Глухая исповедь». Он не отвечает, еще над ним считает. Для того, для чего мертвые крестятся? Для того. И дальше начинает. Вот эту грань у самого себя надо нащупать. Где? Вот выступают у Осипов, православные-то, Смирнов, Кураев. Ну, я люблю их всех. Но я говорю, почему вы нигде не обещаете патриарха и сенот, которые вот там и там явно делают неправильно? И при том они покаяния не приносят в этом. Вы, не обещая их, оставляйте их в том положении. Они бы к вам прислушались. Ну, скажи один раз и уйди со сцены. Не один. Что, у всех корыст и трусость? Ну, пусть хоть один раз скажут. Лучше всех выступает Олег Синяев. Но он никогда, нигде, ни одного выступления патриарха не разбирает. Почему? Патриарх отвечает на вопросы. Я в книге отвечаю. Он 60 вопросов, из них 2,5 правильно ответил, остальные неправильно. Я мирянин, я это отвечаю по Библии. Они этого не могут сказать теперь. А ты гордый. Это высокоумие. Кого ты судишь? Патриарха? Ну, теперь я сказал, опровергните. Я привел места священного писания, святых отцов, канонов. Он неправ говорил здесь. Неправ. Ни Алексей Второй, ни Кирилл. Ни один из них, из православных, никогда не тронет. Чина почитания затмила духовный горизонт. Мы ничем не лучше сектантов-то. Но мы в церкви. На позор, Боже, церкви. На укоризм. Я хочу все-таки вернуться к тому вопросу, на который вы ответили, но противоречиво. Почему мы верим апостолу Павлу, что он волею Божию и призванный апостол? Вы говорите, что никакие доказательства. Если вы в то же время говорите, что кроме того, что эта книга вошла в канон. А канон кто составил? Видите, как вопрос поставлен. Видите, как хорошо рассуждать подробно. Святые отцы. И сектанты отпрашивают, а вы доверяете этому? Было-то около 20 разных Евангелий, оставили 4. Доверяют. Тогда через это можно начать подтягивать их. Вот как. Можно сказать. Да. Вот опять же, когда задается такой прямой вопрос в лоб, как Игнатий Тихонович про Вилкерсона рассказал нам, Давид. Вот такой, а теперь решайте вопрос. И точно так же, такой же вопрос, который ставит Виктор Андреевич. А почему? Сразу не надо впадать в панику ни в коем случае. Тут необходим разбор. Разбор, остановка. Говоря о Павле, говоря о каноне, надо возвращаться именно к текстам писания. Надо обращаться к тому источнику, который был написан ранее. Давайте возьмем просто историю. Давайте рассмотрим, когда, какие были книги найдены. И вообще 30 тысяч этих манускриптов, говорят, найдено было вообще Нового Завета. Это самый исторический, фундаментально подтвержденный документ. Как исторический? Сколько? 30 тысяч всяких кусочков было найдено. Кусочков я имею ввиду. И когда их соединили, и в разных, где-то больше час текста, где-то меньше я читал, по-моему, это... Бешь, это Кумбранский свитер? Нет, Кумбранский это Ветхий Завет. Ветхий Завет. Я говорю о Новом Завете. Кусочков всяких, где-то когда-то переписанных и относящихся очень к древним временам. Могу ошибиться в цифрах, сразу говорю, но меня поразила цифра. Я запомнил 30 тысяч. Я сейчас не был готов. Но я скажу, что говоря об этом, мы должны поднять эти... посмотреть материалы. Потом надо посмотреть, кто занимался канонизацией, по какому принципу это делалось. Просто просмотреть внимательно, и мы поймем, что это Дух Святой делал. А не то, что... а откуда мы знаем? Сейчас возьми газету, прочитай мне и скажи, а вот написано, веруй. Да почему? Я должен разобраться, кто издатель, кто автор, откуда, как разведчики берут. Вот кусочек бумаги, они начинают исследовать. Потом материал. Не могут, по материалу могут определить, к какому времени. Нашли дневники Гитлера. Там один написал. Все, уже общественно вся мировая сказал. Вот дневники Гитлера. Он, оказывается, лапочка был, такие хорошие вещи писал. А оказывается, где-то там славянин какой-то там, то ли поляк, что ли, писал, подделывал. И когда начали химический анализ, бумага вообще, говорит, в то время, когда был Гитлер, такой бумаги не было, не лованной. И как вы можете считать? Так же и здесь. Надо все тщательно исследовать. Когда мы исследуем внешнюю вот эту материальную сторону, мы должны начать читать, просто читать, как меня один дизайнер говорит. Когда я создаю какой-то шедевр, очень хороший дизайнер, я, говорит, просто, зная много, я отключаю просто ум и начинаю делать. И вот тогда появляется что-то это. Так и здесь. Зная много, мы должны начать читать, и сердце должно сказать, да, это от Бога. А как еще определяли? Дух святой? А бывает, вот все сестры, когда рассказывали, читали книгу, такую, Каран там, Каран была на Каране, говорит, читать не могут. Просто начинаю читать, и сразу какая-то туча застилает ум, и невозможно дальше читать. А это что за явление? Одно читается с радостью, с благоговением, с любовью, не заставляешь, не настраиваешь себя, я сейчас буду читать с благоговением, с любовью. Нет. Ты берешь и пьешь, а это читается, а это не входит. Как определить? Но это у одного человека, а если их сто таких человек, а если их тысяча таких человек, так а если это из века в век опыт чтения передается, так вот и есть опыт Духа Святого. Мы просто об этом мало знаем. А святые отцы-то об этом знали, они разговаривали о вещах невидимых, о нематериальных, как мы вот, о еде, сестры, садятся, вот эта вкусная капусточка, а если там поперчить, посолить, да некоторые вообще не понимают. Как один батюшка говорит, ему дают какую-то съемку там, рыбы, он говорит, ну как вкусно, он говорит, ну как селедочка. То есть совершенно отсутствует вкус, так это и не надо нам. А вот вкус Духа Святого, к сожалению, мы не чувствуем. И вот если бы мы имели этот вкус Духа Святого, нам бы даже доказывать ничего не надо, как, ну это же от Бога, и все. Вот, кратко я хотел что сказать. Поэтому вот то, что Игнат Тихнич сказал, я называю это, пусть он не обижается, как бы провокационный вопрос, знаете, провокация такая. Ну а это и правильно, потому что если мы будем вот в таких, как бы сказать, в своем болоте сидеть, вот мы православные, мы истинные, все, а ты докажи. Вот я, ну с женой общаемся, я говорю, а вот почему? Так ты что, не верующий на меня? Или, а ты что, еретик? Ну игра такая, как бы идет. Да я верующий, я не еретик, я просто хочу проверить, почему ты-то, мы веруешь, а я не знаю. Ну хорошо, хоть ты сказала, что я не знаю, а не противоречить. Братья Карамаз, да никакой ты не верующий. Тут заплакал дедушка, верующий, я верующий, и вот его доказательства. Это в жизни Александра не уступающая. Он считает Евангелие, к брату подошел и говорит, ну вот написано, не заботится о дартошем, не во что есть, что пить. Ты как считаешь, это выполнимо? Он говорит, да как так, вот у нас монастырь, у нас запасы на пять лет вперед сделаны. Ну я настоятеля спрошу, подошел, а он на хорошем счету был, и говорит, отец духовный, скажи, вот, в Евангелии написано, что не заботится о дартошем дне. А мы вот заботимся, у нас все есть, скотине, коровы, коровы там накосили сено, о зиме заботимся. Он ударил колокол, братья, на молитву. Брат наш Александр впал в заблуждение и в ересь, потерял веру. Он говорит, братья, я не потерял, я просто хотел узнать, жить можно по этим словам Христа или нет. Ну кто живет-то? Так, а вот я уже вам узнал, 30 человек, которые хотят так жить, вы нас благословите, и мы уйдем. Не будем теперь ни сеять, ни заготавливать, и мы проживем. Будем только проповедовать ходить. Ну и дальше начинается его история, жить и я. Он сказал, если слова правильные или нет, а настоятель сказал, все, он не верит, он говорит, я не говорю, потому что не верю. Я хотел от вас услышать. Они эти слова действенные, живые, живые, а почему же по ним не живем-то? Передвинь хоть эту маленькую гору. Не сможете. И веры-то, говорит, никакой и нету. Надежда? Я просто вот хочу рассказать, как я впервые поняла, что сектантство, ну как вот эти баптисты, что с ними Дух Святой. Мне довелось прочитать и журнал один, но я сейчас в подробностях не помню, но в общих чертах. В общем, там муж и жена рассказывают, как с ними случилось. Вот эти самые первые теракты, которые были еще, по-моему, во время этого Ельцина. Упал, значит, взорвали дом, девятиэтажку. И они были с семьей, у них что-то там много было детей, то ли пять, то ли больше. Вот. И они, значит, оказались на этой девятиэтажке на очень высоко. И, значит, ночью проснулись они, она рассказывает. Я проснулась ночью и смотрю, нет стен, двух стен нет. То есть, ну, квартира, как квартира, на девятом или, там, на восьмом этаже. И вдруг нет двух стен. В детской и в зале нет стен вообще. И, говорит, проснулась от того, что старший сын разбудил маму, говорит, это там девочка маленькая плачет. И потом, говорит, только до меня стало так с трудом сознание доходить, что что-то страшное случилось так, говорит. Дети, говорит, спали. Одна только девочка заплакала. Я, говорит, подошла. И это, значит, когда, говорит, пришла в себя, у меня, говорит, никакого ужаса, никакой паньки. Я не слышала никакого грохота. То есть, ничего. Дети тоже спали спокойно в основном. Все. Никто не был напуган, ничего абсолютно. И она, говорит, у меня, говорит, просто, говорит, не по себе стало. Я поняла, что случилось что-то. Я, говорит, спокойно одела детей. Тоже ни ужаса, ни паники. Ничего у них. То есть, Бог так сделал, что они не почувствовали этого кошмара, который случился. И только они вывели детей, значит, вниз на улицу, когда там много уже было народу, этот дом рухнул. То есть, едва-едва они успели выйти. И тогда я поняла, что именно вот этих вот баптистов Бог хранил точно так же, как любящих своих детей. Он их хранил. И вот это вот явилось соблазном для людей, ну, там, мы беседовали, как это так, вот, что это сектантов Бог хранил. И вот тогда вот, до меня тут только тогда и дошло, что думаю, ну, а почему бы их не хранить? Они жили чисто. Они старались исполнять заповеди. У них была хорошая семья, как потом. Ну, там, из статьи было ясно. Но и Бог их любил, и вёл их, как мог, к спасению. Но просто, видимо, Бог любит всех, и, ну, Он ведёт и ведёт. Если человек идёт, Он его ведёт. Вот. А если уже там дальше он, как бы, ну, чего-то недопонимает, останавливается на каком-то этапе, это Бог и дальше тоже Ему что-то даёт Духом Святым. Всё равно даёт. Я думаю, что это от Духа Святого. Потому что написано же в Библии, что там, ну, как Бог милует любящих Его. А они любят. Поэтому вот это вот и как раз и исполняется. А дальше уже, как говорится, куда дошёл, туда и дошёл, до какой высоты. Иуда. Нина Александровна. Нидя. А почему ты не допускаешь такую мысль, что, ну, правильно, Бог любит, что это богоизбранные были люди, и Бог им сохранил жизнь для будущего покаяния. Может быть, это необходимо было. Ну, конечно, Он ждал от них покаяния. Он и ждёт покаяния. Смерть-то вот она сейчас, вот эта смерть физическая, которая вот наступила, смерть, это ещё не самое главное-то, чтобы не быть в смерти духовной. Вот, может быть, даже для чего. Вот вспомнилось место Писания, которое разбирал в своё время. И оно меня сильно коснулось. Ну, как грешника коснулось. Иуда целованием ли предаёшь сына человеческого? Евангелие от Луки, когда Христос, когда целует его Иуда. И я сильно меня это задело. Почему? Когда я читал толкование, оказывается, Христос, и там толкователь так говорит, что Он, говорит, до последнего Его спасал. До последнего. Говорит, самое сладостное, что для человека, это собственное имя. Это психологи подмечают. И он к нему обращается. Не враг ты рода человеческого, не кто-то, а Он, говорит, Иуда. То есть, Он его назвал по имени, чтобы в последний момент хотя бы вытянуть из этой трясины греха. Иуда, целование предаёшь сына человеческого. Его толкование говорит, что это был последний момент, последний шанс Иуде, чтобы покаяться. И Христос его до самого последнего момента спасал. Как спасал и ту семью, которую вывел. То есть, каждого человека он ведёт. Вас ведёт. И вот то, что Игнатий Тихонович сказал про этого Давида, Вилкинсона, для меня это грозное предупреждение. Не останавливаться на пути получения стяжания Духа Святого. Как Серафим Савров сказал, это стяжание Духа Святого. Получается так, вот я вспоминаю свой опыт обращения. Господь меня полностью разбил вдрызг. Был я там, скажем, успешным очень мальчиком. У меня всё шло отлично. Но на пустой момент, когда я превратился как бы в безумца, у меня просто меня как бы разбил полностью Господь. И мозги куда-то всё ушло, всё полностью жизнь пошла. И я тогда возопил, мне бы найти людей, которые меня бы собрали по частям. Я был вообще полусумасшедший. Ну, не в том смысле, что я адекватен был, но я не знал, куда идти, что делать. Ещё годы сложные. И Господь дал мне по милости Божьей верующих. Меня прежде привлекло вот этот внешний вид верующих. Спокойство, чистота, целомудрия. Игнатий Тихонович, Библия. И тогда, когда я уверовал, я просто вивопил к Богу. И просил, чтобы он меня наполнил истиной. Я вообще был полностью разбит. Я готов был воспринять, но у меня была такая жажда, что когда я начал читать Библию и сверять со святыми, столкованием святых отцов, это у меня накладывалось, как на перфокарту, всё точно. Всё, истина мне сразу открылась и в полноте, в православии. Всё. И теперь, когда я встречал... Но дальше, дальше начинается искушение, дальше слабости какие-то, всё. И я теперь думаю, ну я же православный, ну у меня же был такой богатый опыт обращения ко Христу, я другим могу рассказать, прослезиться, да. Но сейчас-то ты на какой стадии? Сейчас тоже надо жить. И вот это грозное предупреждение, что если ты остановился, ты погиб. Дух Святой прекратит работу, в тебя пробиваться. И всё. Ты будешь экс-верующий, экс-супер-обращенный. Но дальше тут надо идти до конца. И вот эту семью Господь мог вывести, для того, чтобы, как сказала сестра, чтобы они дальше покаялись. Потому что главное не смерть телесная, а смерть духовная. Вот в чём смысл. Аминь. И не надо над этим соблазняться, что Бог же через них доброе дело сделал, значит они угодны. Конечно угодны. Всё творение Божие угодно Богу. Это всё творение. Негр, китаец, русский, еврей, все это творение Божие. И даже грешники на последней черте тоже Господь их хочет вывести. Не то, что они ему угодны. Это его дети заблудшие. Он их ведёт. И даже Вилкинсон делал добрые дела. И Бог делал бы через него добрые дела. И далее. Но это не означает, что он бы покаялся. А теперь, ну он же делал добрые дела, значит я побежал за ним. А с чего это ради я за ним побежал? Побежал. Я нашёл истину. Я вижу, что он заблуждается. И вот после своего обращения, и такого Бог мне долборное обращение, в своё время я встречаю людей, я показываю очевидные факты. Вот о крови Христовой. Элементарная вещь. Эта тема закрыта для оглашенных. Но читаешь, всё очевидно. Кирилл Иерусалимский. Подробное объяснение. Феофилак Болгарский. Берёшь там толкователи. Всё понятно. Но чего может быть непонятно? Нет, закрыто и всё. Для меня это было как стена. Я вначале, я просто с ума сходил. Я не понимал. Почему люди не понимают? Я уверовал по Евангелию. К маме подхожу и говорю, мама, давай почитаем. Смотри, очевидно. Всё просто. Уверуй и пошли дальше. Вместе. Не надо, мне там надо что-то другое делать. Я первый этап, это я бился как головой в бетонную стену. И пока вот шишек не набил, я не научился находить компромиссное решение. Брат Николай этот, по львую, говорит, ты ещё молодой, ты ещё вроде бы как это, горячий такой. Я прям категорично тогда резал. Я говорю, не дай бог мне вот стать вот этим, знаешь, спокойным, как ты, брат Николай. Но прошло время, я набил шишек, и я так же как бы стал уже понимать, что я бьюсь, вижу, там закрыто, всё, я дальше уже не езду. То есть, Дух Святой надо, чтобы не поток проходил в себя дальше. Понимаете, сестра? Вот в чём дело. И не надо никак соблазняться. Всё многое, чем нужно сказать одним словом, батюшки, нудить надо себя. Да, одно слово всё. Заставлять. Она не соблазняется, она просто не понимает. Время, молимся. Игорь Тихо, молитесь. Боже, милость, и будни грешен. Создав имя Господи, помилуй меня. Весчастность и грешил Господи. Прости меня грешен и помилуй. Слава Тебе за этот воскресный день, Иисусе сладчайшего. Хвала Тебе за это место, где можем собираться, за это собрание. Приготовь нас к этому путешествию и благовестию. Сердца людей расположи ко всему, что мы делаем, по слову Твоему. Будь милостив к нам, и услышу молитву и воздыхание всех, молящихся о нас. Ты заповедовал нам, помни, я нуждающихся в нашей помощи. Ты сам укажи, для кого мы можем быть полезными. Слава Тебе за Святую Библию, за перевозчиков, которые дали нам на понятном русском языке священное писание. Хвала Тебе. Посети узника Твоих, Александра Людмилу, выведи на свободу. Неведомых нам, Владимир Леонида. Укрепи и дай им смысл, чтобы исследовали свою жизнь. И это посещение епископов нашего селения доводит во благо, благослови его патриарха, правителей, всех настав на путь спасения. Ибо Ты не желаешь смерти и грешника, но чтобы все пришли к познанию истины. Хвала Тебе. В честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо.